А жители шести улиц в Черепаново наоборот. Круглый год страдают от наводнения. Несколько лет вода стоит в погребах, в домах и на приусадебных участках. Люди устали от бесконечных ремонтов и латания дыр в фундаменте, который лопается от влаги и морозов. Ирина Звягина о стихийно возникшей сибирской Венеции. Дома на Комиссаровской стоят на воде. Впору пускать кораблики горько шутят местные жители. Причем делать это можно в любое время года. Если несколько лет назад вода уходила в начале осени, то сейчас она будет стоять до декабря. Поменяли пол, потому что сгнило. Поменяли нижние венцы пришлось. Поменяли фундамент, потому что грибок вырос. У нас сырость. Пришлось печку строить. Хотя центральное отопление пришлось построить камин, чтобы хоть как-то обогреваться, потому что там вода. Дома на центральном отоплении. Трубы лежат под землей и вместо зданий подогревают грунтовую воду. Когда начинает замерзать, дом начинает вот так ходуном ходить. То есть то замерзнет, вот так земля выпьет, то оттает. У людей стекла трескаются. Вот их начинает вот так сарать. Это все какие деньги. Лопается фундамент, ломается отмостка. И так уже 4 года. Как сейчас нам объяснили, что надо своими силами, то есть выходите, чистите трубы, даже там через эту дорогу, чтобы вода уходила. Ничем помочь мы вам не можем. Это рабочие, это транспорт, это заработная плата, чего нет. Был ремонт дороги. Там была большая труба. Она лежала как бы глубже, но вот он стоп маленько и уходил. Ремонтники что, они ее дорогу ремонтировали, эту трубу засыпали сверху, бросили меньший диаметром. Ну она сверху вода стоит. Она по всему лету, вот здесь все стоит вода. Зеленая вода, она уже цветет вода. По всему лету. Эту часть Черепанова местные называют болотом. Уровень грунтовых вод с каждым годом все выше. Больше 10 лет назад в администрации приняли программу водоотведения. Реализовали лишь часть. Проложили два канала, которые планировали соединить в будущем году. Он между собой еще не соединен. Как раз это вот, чего мы планируем на 16-й год. То есть уходит часть с северной стороны, часть с южной. А вот эта середина получается, Адарыча, Свердлово, Комиссаровска, они как бы сегодня еще здесь не соединен канал на отвод воды. Чтобы завершить проект требуется 75 миллионов рублей. Выделят ли средства из областного бюджета в будущем году, неизвестно. Сейчас в администрации готовят повторное обращение в правительство области, чтобы в 2016-м Черепаново окончательно не превратилось в Венецию. Ирина Звягина, Владимир Анапрячук, Новости ОТС.